Далеко Сюда своим путем Но все, кто сердцем молодым Стоят печу плечом Ну и что дальше? А дальше они куда не пойдут. Девочки! Уже дохватались. Хороши. Дяденьки, не засоряйте русские. Грушку пива выпили, а шум подняли на весь город. А кто ж умел? Кто ж умел? Курортники! Где ваш режим? А мы не курортники. Мы сегодня в школу обходим! Ах, промокашки! Ура! Ура! Давай стремь! Ура! Ура! У дырят спокойно корабли, Как жив родной они пришли со всех концов земли. Нас портут друзья, мы рады без конца, Открыты и при двери сердца. А трудно водить такую машину? Кому как. КОНЕЦ 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 Ну что, уже нахватались? Хороши. Девушка, а что это у вас такое? Баранка, бублик или крендель? Садитесь и не мешайте работать. Садитесь и не мешайте работать. Садитесь и не мешайте работать. Не мешайте работать. Не мешайте работать. Поднимитесь под ножки. Троллейбус дальше не пойдет. Девушка, коллектив сгорает от любопытства. Как ваше имя? Передайте коллективу, что это необязательно. Как не обязательно? Обязательно. Нам же теперь с вами каждый день по пути. По-моему, вы сели в 5.50. А я завтра выезжаю на 15 минут раньше. Первым рейсом. Так что мы с вами больше не увидимся. Поехали. Королево. Субтитры сделал DimaTorzok. А была в «Полнике»? О, я заняла, не забываю, не забывай, а вы не забывайте. Значит так, ребят, есть деловое предложение. Никто не обращает на нее внимания больше, чем это нужно для дела. Мысли понятны? Грандиозная мысль, Павел. Голосуем. Принято единогласно. Ну вот. Договорились. С добрым утром. С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром! Опять Черноморец завалился. Не забудь, на лестнице потише, спят еще люди. Ты слышишь, Колик? Слышу, мама, слышу. Здравствуйте, молодой человек. О, ошалел! Секунду, Котка! Точень не получил. Посиди у дяди на ручках. Вот так вот. Почему через переднюю? Пенсионер. Троллейбус работает без кондуктора. А вы не забыли, что сегодня вам платить? Нет, не забыл. О! Скоро! 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 Тут один парень умножить в 3 сантиметрах. Вам брать? На чужой счет не катаюсь. Кто это такой? Да! Таинственный незнакомец. Инкогнито. Как звать? Вот что, здесь милиция, допрос. Гордый человек. А вот мы не гордые. Я Павел Афанасьев, бригадир из Металлического. Ну, и я оттуда. Что-то не замечали. А может, он новенький? Только оформился. Поздравляю, а звать как? Николай Чумаков. А где же ты там на заводе вкалываешь? А я не вкалываю, я работаю. С подчиненными строк. В кабинет без доклада не пускаешь? А? Что вы там навалились на новенького? А понементик можно? На остановке. Советская! У меня нет сдачи. Ничего, я подожду, пока она берет. Возьми. Завтра отдашь. Спасибо. Пошли. Опять Синицын опоздал. Могу ждать восемь секунд. Могу ждать восемь секунд. Салют! Нарушила. Колите. Она не виновата. Мы же сами ее попросили. Товарищ старшина, мы из-за него работу начать не можем. Он у нас наладчик, товарищ старшина. Не похоже. В жизни лучше. Спасибо, товарищ старшина. Спасибо, товарищ лейтенант. Спасибо, товарищ старший лейтенант. Спасибо, товарищ капитан первого ранга. А вы бы помолчали. А то оштрафую. Ясно? Можете ехать. Гуманист. Ну, ты гуманист. Долго еще мы из-за тебя в хвосте плестись будем? Ну, нету. Нету у меня способности к математике. Чепуха. Я видел в цирке собаку. Спрашивают у нее, сколько будет дважды два. Лает четыре раза. Между прочим, а как ты умудрился в слове параллепепет сделать четыре ошибки? Я сделал не четыре, а всего только три. Я могу его взявить? У меня две ошибки. Помолчал бы, академик. Когда свадьба, Кирюшин? Это ведь и я спрашиваю, когда? Своевременно или чуть позже. Они ее зажилить хотят. Это точно. Не беспокойтесь, не зажилим, не из таких. А ты-то чего молчишь? У тебя же спрашивают, Кирюшин. А может, у них матриарха? Первая строительная! Значит так, на будущей неделе милости просим. Отстающих тоже? Сиди, параллепепет. Всех до одного. Объявляется конкурс на лучший свадебный подарок. Швейную машину. Легковую. Чайку. Стиральную. Радиоприемник. Книгу о вкусной и здоровой пище. Мясорубку. Предложение в письменном виде подавать мне. Предложение в письменном виде подавать мне. Книгу. Давай, давай. Давайте побыстрее. Задача решила, Марина? Конечно, решила. Вот только что-то ответ не сводится. Наверное, в книжке-печатке. Давай, по тетради я просмотрю. Побыстрее. Угощайся. Я не хочу. Добери. Ну, не хочу. Спасибо. Будь здорова. Салют. Пока. Счастливо. Всего. Слушай, всегда у вас так? Чего? Ну, всякие обсуждения, конкурсы. А-а-а, вот это что ли? Да, у нас всегда так. У нас на прошлой неделе был блиц-турнир по шашкам. На будущей неделе я буду делать обзор о международном положении идеи нашего бригадира Павла. У нас тут ни одной зря потраченной минуты. Ездим с пользой. Вот так вот. Да, а ты, новенький, в следующий раз не опаздывай. Понятно? Я на твою остановку прибываю ровно в 5.43. Свет. Пока. Читай, читай. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Осторожно. У нас тут уговор такой на водителя не заглядываться. А я и не думал. Вот это да. А по какому случаю праздник? Догадайся. Не могу. Вот еще недогадливая у меня дочка. А что такое? Сегодня же ровно два года, как ты стала трудовым человеком. Отметим дату поступления. И поступления. И ухода. Понятно. Ты уже все решил за меня. Ну и что же мне остается? Писать заявление? Это можно после. После обеда? Ну да. Что ты? Диктуй. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте, Валерий Грани. Света дома? Входи, входи, Сережа. Ты понимаешь? Она решила остаться в троллейбусном парке. И не хочет дальше учиться. Как тебе это нравится? Здравствуй, Сережа. Во-первых, я еще ничего не решила. А во-вторых, при чем здесь Сережа? Ну, может быть, мне лучше уйти? А я тебя не гоню. Садись, садись, Сережа. Да что ты, Сережа, садись. Спасибо. Скажи, Сережа, у вас интересно в институте? Очень интересно. Ну и что? Вот ему интересно, а мне нет. Ты, может быть, думаешь, что я берегу твои ручки и подбираю тебе профессию почище? А что, не так? Да я сам в твои годы... Не прогест строил. Знаю. Я не могу. Поговори ты с ней, Сережа. Ну, ты уже не ребенок, Светка. А ты, оказывается, наблюдательный. Тебе уже 20 лет. И память у тебя хорошая. Я не знаю. По-моему, каждый человек должен создавать какие-то ценности. Материальные или духовные, правильно? А что ты создаешь, а? Приемник, чайный сервиз, детскую коляску. Давай, давай. Так. Вы меня простите, Петр Игнатьевич, я тоже не могу. Два года назад она меня оскорбила физически. Теперь она меня оскорбляет морально. То есть как это, физически? Она кинула в меня обувью. Да-да. Лужным ботинком. А синяк-то был какой? Мечта. Ни одна же девушка глаз не могла оторвать. Ну что, папочка, помогло тебе твое моральное подкрепление? Ну, Сережа ведь серьезно думает о тебе. А вы все думаете за меня. Спасибо, что хоть не кушаете за меня. Ты сама-то можешь подумать? Могу. Неужели тебе нравится быть обслуживающим персоналом? Нравится. И вставать рано нравится. И еще мне нравится, когда милиция мне честь отдает. ПОДПИШИСЬ! И так объявляются итоги конкурса на свадебный подарок. ПОДПИШИСЬ! Так, значит пойдешь в магазин, узнаешь. Завтра сообщишь. А модель какая? Я в них не разбираюсь. Ну, поскольку у молодоженов комнаты нет. Значит, я думаю, приемник, фестиваль с дистанционным управлением им не подойдет? Не, не подойдет. Вот, нужен такой, ну, чтобы Кирюшин мог в кабине водить. Вот, верно. А, атмосферу? А может быть, ласточку? А говоришь, не разбираешься. А ямари. ПОДПИШИСЬ! Почему задержка? Жду новенького. Бэби сладко спит. Вот тебе и Николай Чумаков. А на вид такой солидный мужчина. Все мы с виду солидные. Оштрафуют, Света. Поехали. Надо узнать на заводе, что с ним случилось. Я маленькая появилась, не рада. Не скажет больше, мимо. Уважаю здоровые мускулы. Хорош! Офелия. 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 Офелия, так сказать, за рулем. Офелия. Офелия Борис. Жульета. Вы где находитесь? В окружении. Иду, понимаешь, и никакого транспорта. И вдруг, последний троллейбус. Для кого последний, а для кого и первый. Между прочим, дядя, у нас за проезд полагается платить государству. Вот именно. Вот такой вот билетик иметь надо. А, правильно. Пожалуйста, передай, пожалуйста, государству. Сдачи не будет. От государства не требуется. Не пойдет. Не пойдет. Не пойдет. Нет. Тогда сдачу жертвую водителю на чай. На что жертвуете? На духи. Жули... Жульетта. Ку-ку. Ну, дэс, дэмонар. Пардон. Может быть, попросить? Останови машину и открой дверь. Ну, дэмонар. Приехали, да? Приехали. Скажите, а предыдущая остановка была? Была. И... Я маленькая... Осторожнее. Я маленькая балилина... И... Давид я. Но я... Да, это небеса... Стимул есть не подвести свету. Что, уже начали обзор? Нет, товарищ пока готов. Одну минутку. Товарищи, сейчас мы узнаем самые свежие новости. Кирюшин, на какой день назначена свадьба? Я спрашиваю, на какой? На субботу. Сообщить в ТАСС или объявить по радио? Ну, не тяни. Давай, не отладывай. Давай. Уважаемые дамы и господа. Ребята, ну чего я буду докладывать? Вы же все газеты читаете. Семен. На Саратовской ГЭС вступила в строй уникальная турбина. Диаметр колеса 10,3 метра. Это самое крупное колесо из всех отечественных и зарубежных. Считали. В Москве совсем недавно открылся третий международный кинофестиваль. Лолита Торрес требует у жюри адрес Кирюшина. Занят. Семен, ты можешь серьезнее? Могу. Дела зарубежные. В Индии, в штате Бихор, в результате наводнения осталось без крови 150 тысяч человек. Полностью уничтожен урожай. Да. Не весело. Есть предложение, ребята. Отработать смену сверхурочно в пользу пострадавших. Приня не будет. А вот новости повеселее. Гавана. Кубинский народ торжественно празднует 10-ю годовщину национального восстания. Представляете, ребята, что сейчас творится на улицах Гаваны, а? Хорошо бы по этим улицам пройтись. Есть предложение. Принять участие в праздничной демонстрации, не меняя маршрута. А? Да. Приня не будет. Приня не будет. Приня не будет. Приня не будет. КОНЕЦ Башмак сорвался. Сами разберутся. Держи. Давай. Давай. Спасибо, Вася. Спасибо, милый. До свидания. Будь здорова. Пока. Салют. Счастливо. Пока. Ты что там увидел? Ты прочитала мою записку? Читала. Только ты забыл назвать подарок. Я присоединяюсь к большинству. А ты придешь сегодня? Я буду ждать у кошки. Если не просплю. Ты что там увидел? Ты что там увидел? Я не верю. А ты что там увидел? Я не верю. Я не верю. Ха-ха-ха! Павел! Здравствуй. А почему так поздно? Хотела узнать, сколько ты можешь ждать. Я мог бы ждать сколько угодно, чтобы я знал, что ты придешь. И не считал бы минуты? Нет. Странно. Ты так дорожишь каждой секунды. Даже в троллейбусе устраиваешь мероприятия. Но ведь ты же знаешь, сколько мы в нем времени проводим. А сколько я в нем провожу? Да, ну, ты же работаешь. Угу. Создаю ценности. Только вот еще не знаю, какие. Материальные или духовные. Уйду. Ну, буду учиться. Ну, зачем же уходить? Можно работать и учиться. Вот ты говоришь, ценности. Ты знаешь, Светка, я не знаю, как тебе это сказать, но ты нам всем очень нужна. Всем. Тогда почему же никто, кроме тебя, не назначает мне свиданий? Ну, потому что я не могу тебе это сказать. Я не должен был приходить. Мы хотели, понимаешь? Вы хотели. А что я хочу? Вас никого не интересует? Я и пришел, чтобы узнать это. А что я не могу? Я и своих прав? Я и тебя, не знаю. А что ты думаешь? Ты думаешь, ты думаешь, я не знаю, как тебе это сказать? Это, все. Ну что, так и будем молчать? А что, время уже кончилось? Пойдем. Хороший вечер на Рейде. Любимый город может спать спокойно. Да вот, ребята, случайно встретились. Средь шумного бала, случайно... Да, случайно. Света! Мы же случайно встретились. До свидания. Обрадовались. Огорчились. Что, делать нечего? Кто это придумал? Ты. Ты все это придумал. Мы же только голосовали за... Ежели тебе не под силу, Павлуша, мы можем переголосовать. Только всем коллективам. Демократии. 203-й выход. Здравствуйте, Клавочка. Здравствуйте. Маршрут 8-й. Выход 213-й, маршрут 13-й. Ну и везешь у меня, ребята, а? Да ничего, да я. Дикольно веселый, Сядь Микошин. И ни в одном глазу, Клавочка. Он завязал, Плавочка, завязал. А это что за привилегии? Постоять трудно. Воля масс. Выход 201-й, маршрут 2-й. Могла бы постоять. Молода еще. Это с годами проходит. Здравствуй, Света, открой. Здравствуй, Света, открой. Может, подойдет еще? Подожди, Малыш. Не могу. Малыш. Малыш. Да. Малыш. О чем задумался бригадир? А вот думаю, человек человеку друг. А пассажир пассажиру кто? А к чему это-то вдруг? А вдруг вам на заводе помощь понадобилась бы? Ну? Так разве бы мы отказали? Без подхода можешь? Могу. Маршрут у нас один. Дело в общем тоже одно. А мы не управляемся. Нам послезавтра дом подкладку сдавать. Не сдадим, все дело насмарку. А что, много осталось? Да нет, там колодцы, траншеи. Если бы две бригады за одно воскресенье управились бы. Ой хитер мужик, ой хитер. Под стандартный блочный дом моральный фундамент подвел. Ну слушай, Павлуша, в общем придется вырываться из сладких объятий воскресного сна. Ты можешь не вырываться. Юмор понимать надо. Ну что, ребят, учтем их заявку? Учтем их обещание. Сделать ремонт общежития. Новая! Новая. А пошли про propos 하ά. Продолжение следует... Минуточку, минуточку. Вы как? Через переднюю площадку. Не нарушайте правила. Остановите туалейбус. Мне выйти надо. Не имею права. Да выпусти ты его, Светлана. Пускай идет. Салют. Счастливо. Пока. Что в дело? Я узнал о том парнишке, о Чумакове. На работу не является. Со шпаной связался. Все? Нет, не все. Почему ты не остановила машину? Не хочу опаздывать. Без уважительных причин. И сейчас тоже. Скажи. Я же сказала. Еще раз скажи. Ну, напиши. Виноват. Уберите живот, гражданин. Вчера была отличная грязь. Вы заметили Татьянова? Да, мне опять не дают. Да что вы говорите? Возмутительно. Что им грязи жалко? Я знаю. Действительно, другие просто не вылезают. Гражданка, вы сумку на собаку поставили. Вы бы лучше не возили животных. Лучше вы извинились. Перед собакой. Гражданка, пожалуйста, осторожненько. Нет того, чтобы женщине место уступить. Правильно. Никто не уступит место. Никто. Передайте, пожалуйста. А это кто тебе шел? Она же. Правда хорошо? Рябит. Ты не находишь, что так лучше не нахожу. К твоей фигуре дело вкуса. Спасибо. Ну, какая же остановка? Ласточки дадут. А потом какая? Как собака зовут? Ну, перестань, перестань. Смотри, мальчик, как себя хорошо ведет. Хороший мальчик. Только ест плохо. Да что? Мам, я тоже хочу мороженого. А как у вас желудок? Что, до мятного? Я признаю только гомеопатию. Льняное семя. Что льняное семя? Ой! Ой! Проехали. Извините. Пожалуйста, не возражаю. Почему-то не на заводе. Простите, Коля. Может быть, я вмешиваюсь в ваши отношения. Но попасть под эго женщины, это значит... Закон жизни. Я тебя спрашиваю. Почему ты не на работе? А что мне там делать? Мусор убирать? Металлон? Ну, хорошо. Я поговорю с ребятами. Я не возьму тебя в бригаду. Человечество, друг мой, делится на две половины. Одни мусорят. А другие убирают. Так вот, если ты не хочешь быть похожим вот на этих, приходи завтра на остановку. Товарищ водитель, делайте. Ровно в 5.30. Нашла время кофе пить с кавалерами. У людей дела, понимаете? Осторожно, пожалуйста. Ну что, остановка? Да никакой здесь нет в остановке. Может быть, машину кто попал? Водители тоже, молодежь. Воспитывать надо. Я надеюсь, что эта очаровательная особа не сможет разбить наш дружный колесо. Ну, что ж, я буду платить, да? Погодите, отправляйте. Еще один знакомый. Почему не объявляете остановок? И так опаздываем на урок. Дайте-ка вашу книжку. Осторожней, Тотик. Вот перейдешь неприятности. Время решат этот факт. Ну что ж, товарищ водитель, останавливаете машину, куда-то убегаете, забываете объявлять остановки. Подтягивать надо, товарищ Рильдар. Подтягивать? А вы меня не учите, я свои обязанности знаю. Товарищ ревизор сам знает свои обязанности и сумеет сделать оргвыводы. А вы, гражданин, выйдите немедленно. Животными не полагается. Слушайте, почему? Мне еще далеко. Я вас прошу, не задерживайте движение, прошу. Выходите, 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 выходите. Если отдедаться на пассажиров, вы бы лучше не распускали обслуживающий персонал. Ну иди, 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 иди. Вот вам и оргвывод. Можете отправлять. Следующая остановка театральная. Ну что ж ты молчишь? Вот машина и та выдерживает только такую нагрузку, на какую она рассчитана. Ну и к чему это-то? Ну сколько можно пилить, Маш? Что я могу сделать? Ты же сама с ней говорила. Ну и что ж ты говорила? Кто я и тетка, а ты отец. Ну и что ж ты отец? Вот проехала бы с ней хоть один раз в троллейбусе, тогда бы ты понял. Что? Что понял-то? Ой, это ужасно. Сама разберется. Здравствуй, Глазька. Здравствуйте. Здравствуй. А что это, Соболева, ты сегодня не торопишься? Рапорт ревизора, не успех читать. Что случилось? 204-й выход, маршрут 3-й. Коля, тебе сегодня рано надо. Ну чего расшумелась? Сама говорила, спят еще люди. Молоко там, на столе. Уже не на столе. Заходите мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Колька, подведите значение. Повышение. Странно, ребят, на 3 минуты задерживается. Никогда такого с ней раньше не было. Соболева. Не забывайте оплачивать проезд. Соболева, Светлана. Не мешайте работать. Это ее машина. С водителем разговаривать не положено. КОНЕЦ КОНЕЦ Меня приняли ваши бригады? Тебя? Слушай, вам водитель говорил что-нибудь про меня? Нет, ничего не говорил. Следующая остановка Листианая. У водителей имеются абонементные книжки. Ты куда? Отчего я? Да. Спала бы еще. Ведь время только седьмой час. Шесть-семнадцать. Контрольное время первого рейса. КОНЕЦ Ушла ваша Соболева. Обращайся в парк. Там все объяснят, что и как. Эти вот все товарищи по тому же вопросу? Ну да. Тридцать три богатыря из-за одной девчонки. Смеху. Им, видите ли, интересно знать, что с ней. А ей, видно, совсем не интересно. Откуда вы знаете? Ушла Соболева. По собственному желанию. Уволилась ваша Соболева. Вчера обходной у меня брала. Утки всем парами. И с волной волна. Все девчата с пальнями. Только я одна. А, явились. А кто же вы ей будете? Мы сорок тысяч братьев, ясно, папаша? Ага, понятно. И ничего нам не сказала. Не понимаю, как она могла уйти с такой работой? Ну, скажите, какая работа. Ясно. Товарищ, новый водитель, как говорится, бескрылый работник троллейбусного парка. А ты хочешь, чтобы я за 120 рублей в месяц еще крылышки себе отрастил? Да ведь с этой вашей машины жизнь в городе начинается. Первый же троллейбус. Так это он для вас, может, первый. А сделаешь на нем еще 15 туров. Так он уж будет тогда не первый. Тур, тур. Что ты зубы тскалишь? Уж больно вы что-то смешливые. Может, от вас она и сбежала? Да, ребят, посмотрите, что они ей нам вещали. Кто приемник, кто стиральную машину, а кто сразу детскую коляску предлагает. Да я понял, понял, понял. Один, видно, так на себя понадеялся, что без подарков на свидание приглашают. Павел тут среди вас есть? Дядя Митя, не цепляйся к ребятам. Ну и характер у тебя. Передай ей, троллейбус оставила. Партнер ваш нервничает, папаша. Все ждала и верила Сердцу вопреки. Мы с тобой два берега У одной зефи. Лыба! Не нужен нам ее адрес. И мы ей не нужны. Легче на поворотах. Да мы можем вообще в разные стороны развернуться. Ну и поворачивайте. Но нас в воскресенье не ждите. И без вас управимся. И без нее проживем. Может быть, можно в конце концов узнать, куда мы идем? Не знаю. Ага. И вообще ты можешь помолчать? Могу, пожалуйста. Только я не понимаю, есть ли у тебя плохое настроение. При чем тут я? Не при чем? Я иду по своему троллейбусному маршруту. Хоть бы ты обиделся, что ли. Зачем? Ну, как зачем? Таскаю столько времени. Не даю спать. Во-первых, я не хочу спать. А во-вторых, просто приятно гулять в такое время. Вообще приятно? Или со мной приятно? Не надо, Светлана. Я же знаю... Что? Что я для тебя предмет неудушевленный. Вот сейчас ты гуляешь со мной только для того, чтобы не быть одной. Разве не правда? Ну, а ты возмутись. Ну, наори на меня. Перестань говорить глупости. Да, конечно, все это глупости. Давай-ка там нажми на педаль, как полагается. Спать мне в воскресенье полагается. Все бы тебе спать. Слушай, ты что, может быть, сны интересные видишь, а? Вижу. Что именно? Комнату нашу новую вижу. Обои голубые. Желтенькие. А, ну да, желтенькие. Балкончик, выйдешь, вид с него. Хороший. Восьмой этаж. Третий. А, ну да, третий. Ванна кафельная. И кухня. Ха-ха-ха-ха. Ой, герой. Ты б уж хоть во сне-то себя в ракете увидел, а не в кухне. А это тоже правильно. Не повредился? Живой, как видишь. А я не про тебя спрашиваю. На, проверь. Тангуа. Ой, раньше, что не вечер, на танцы приглашал. Та, а то я хоть сейчас. Время же, видишь, где оно, колесом катится. Кто любит, тот найдет время. КОНЕЦ 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 А-а-а... КОНЕЦ КОНЕЦ Валяйте, валяйте. Работа подождет. Ну какая тут работа? Погляди вам в пузо. Нету больше кирпича. Да. Вот заводские придут, и мы попляшем. Да они не придут. После того не придут. Идут! Честное слово, идут. Дуся их с крана увидела, она машет мне хосынкой, а я вам кепкой. А вы не видите? А я думаю, почему? А вы потому, что здесь? Вот. И они уже здесь. Что делать? Что делать? Задачка. А вот батя мой разведчиком воевал. Так вот он говорил, находчивость и смекалка вот что выручает. Так кто ж на войне? А ты сейчас покажи. Да у соседей спрашивали, тоже нет кирпича. А это что такое? КЗ-21. Кирпичный завод номер 21. Надо идти к директору и брать его за жабры. За жабры? За жабры. А бригадир ваш где спит? Бригадир нас всех будил, он сейчас придет, ну. А вы не видите? Да тут 37-я квартира. Еременко на третьем этаже. Нет, Соболево. А вы не из троллейкустного парка? Ну допустим, а что? Это по поводу ухода Светланы. А почему это вас так интересует? Это не имеет значения. Могу только сказать, что она не собирается к вам возвращаться. Здравствуй, Светлана. Здрасте. Ну а вы кто ей будете? Брат или муж? А это тоже не имеет никакого значения. Простите, пожалуйста. Да. Где здесь 37-я квартира? Я из 37-й. А вы Светлана мама, да? Нет, я ее тетя. Это товарищ из троллейбусного парка. Я ему сказал, что Светлана к ним не собирается возвращаться. А ее нет дома. Ну а если я не из троллейбусного парка? Я серьезно вам говорю, ее нет дома. Вот видишь, делегация. Чуть Свет в воскресный день. Здравствуйте. 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 Извините еще раз за беспокойство, но очень просим подписать накладную. Кирпич кончается. Сегодня последний день. Аврал. Штурмовщина. Безобразие-то, ребята. Но мы же обязательство взяли. Понимаете, товарищ директор. Дело вот в всем. Петр Иванович. Игнатьич. Простите. Не для себя же мы, для людей. Куда я делал сигареты-то? Да нет, у меня свои есть. А ты чего за них волнуешься? Ну я тебя очень прошу. Вот еще заступница. Тогда вы научитесь по плану работать. Черт знает что. Где накладная? Вот. Это шариковая. Прошу. Прошу. Сказки мои. Пиртор на всё, кастаяcode за трансляцион sóloügen ребёнку. Пирожон сморилась. И будет también прикататься на трансляциях. И упоминешнее. Почему трансляционного ребенка. Я идуreno за attractions. Я думаю, можно. Скучно и неинтересно было бы жить без штурмовщины, без обрала, без безобрала, без трепачей. Без трепачей. Это учти. Мое. Учти, учти. Ну, молодец, что пришел. Мы тут без тебя все уладили. Уладили? Уговорили. Значит, она вернется? Кто? Да кто, а говоришь, уладили. Ну, да, накладную подписали. Сейчас едем. Пошли. Какое накладную? Ну, директор подписал накладную. Слушай, какой директор? Ну, что ты болтаешь? А что ты на меня кричишь? Некогда мне с тобой. Пошли. Так ты мне так и не ответил. Что? Что? Возьмешь этого парнишку? Какого парнишку? Ну, я тебе только что сказала. Николай Чумаков. Понимаешь, я его очень подвела. Обещала устроить. Куда? Ко мне устроить? Да нет, это не важно. Ты скажи, можешь или не можешь. Я не знаю. Наверное, могу. А что, толковый парнишка? Очень толковый. Ну, ладно. Пусть приходит. Посмотрим. Это вот тебе на дорогу, Петя. Спасибо. Ребята там так наследили? Еще бы. Ора вот какая. Не говори. Ах ты, черт возьми. Что такое? Не дадут им кирпича. Как не дадут? Не выйдет. Как-то не выйдет. А вот так и не выйдет. Да здесь же подпись директора. А вот это что такое висит? Инструкция. Так. Что в ней написано? Категорически запретить отпуск материалов в неположенное время без визы отдела сбыта и главного булгахтера. Подчинять подпись. Ну, директор. Вот ты и ну. Папаш, так он ведь только что сам ее подписал. Ну, подписал. Так он свою инструкцию забыть может. А я не могу. Я при исполнении. Ребята, ну что будем делать? Вот что. Папашу надо попридержать. Деликатно, так, чтобы не повредился. А ворот спетели. Правильно. Что, что, что? А я на вас акт составлю. О, так до военной службы. Сначала приказ выполни, а потом акт составляй. Правильно. Правильно, папаша. Так что сначала отворяй ворота, а потом акт пиши. О, нет, неправильно. Неправильно, нет. Петр, товарищ директор, я при исполнении. А они хотят насилие применить. Насилие? Да. Молодежь тоже называется. Как же вам не стыдно, а? Столько девушек молодцов, и все навалились на одного человека? Его, говорит, попридержать, а ворота с петель. Ворота с петель? Да. Да вы что? Ворота с петель? Ворота же открыть можно. Конечно. Егор, и все? Непонятно? Да почему непонятно? Понятно. Ворота открыть недолго. Мы, мне, что... Только ведь завскладом все одно нет. А ты его вызови. А, попробуй вызови. Так ты ж при исполнении. Я при исполнении, да. Ну так действуй. Алло! Усть-челяги. Извиняюсь, нет, это не вам. Нет, нет, нет. Нет, мне, мне, меня завскладом нужно. Завскладом, говорю! Ну что же с ним могло случиться, а? Уехал утром, до сих пор нет. Ты позвони ему на завод еще раз. Ну я уже несколько раз звонила. В кабинете никого нет, а коммунатор не отвечает. В воскресенье. Наконец-то. Приехал. О'крана. Ух, 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 ух. Видишь, горных лица, Годим чад-то вперед. Это чад-то, ростовчан-то. Наша зоность и краса. Комсомольская дочатка, все четыре колеса. Хороша песня? Мы тоже кое-что помним. Ну, счастливо, ребята. До свидания. Комсомольская дочатка, все четыре колеса. Заходите, заходите. Ну, как машина? Хороша. Клапана ток подтокивает. Патрикулируем. Передайте, пожалуйста, привет Светлане. Передам. От кого? От Васи. От Васи? Обязательно передам. От тебя тоже? От всех. Ну, заходите. Да-да. Это Вам не просто какая-нибудь грязь. Это цемент. Ясно? Его сразу не сотрешь. Не сотрешь. Ну, почему же так подно, папа? Где ты был-то, Петя? Как тебе сказать? Это так неожиданно получилось. Ну, что? Что получилось-то? Я помог получить ребятам кирпич. Помог им доставить. Так. А потом один там парнишка, щупленький такой, вдруг говорит. А теперь, папаша, отойдите в сторонку. Мы Вам покажем, как надо вкалывать. Ой. Ты понимаешь? А они мне покажут. Как тебе это нравится? Ну, и что? Ну, можешь поинтересоваться, кто кому показал. А в общем, они ребята ничего. Хорошие ребята. Ты что? Ты бы видела, какие у них были глупые лица, когда они узнали, что мы с тобой в некотором роде родственники. А почему глупые? Ну, смешные. Они никак не могли поверить, что ты моя дочь. А когда ты оказался на уровне, они поверили. Поверили. Стали о тебе расспрашивать, привет тебе передавали. Ну, я взял их и всех позвал к нам. Зачем? Они очень хотели тебя видеть. А я никого не хочу видеть. Да как же так? Они сейчас придут. Спасибо. Ну, как думаешь, понравится? Да мой вкус, можешь положиться спокойно. Пошли. Да, вот все, ребята. Только без агитации. Пусть сама решает, как ей лучше. Может, у нее призвание. Ну что, голосуем, привет. Единогласно. Слушайте, ребята, минутку. А, по-моему, вот что. По-моему, неудобно. Ну, что неудобно? Ты понимаешь, такой оравый валиваются в чужой дом совсем. Как ты считаешь? Да, надо его спросить, Паша. Да не знаю, ребята. Ребята, я считаю так. Надо просачивать. Постепенно, по одному, а потом... По-моему, там можно совсем сразу. Сначала пусть Пашка, а мы потом. Принято, ребята. Голосуем. Принято. Все. Что принято? Ничего не принято. Слушай, не ломайся, Паша. Коллектив вещь хорошая, но бывают случаи. В общем, давай. Чего давай? Отчаливай, а то раздумай. Полчаса тебе на аудиенцию хватит? Хватит. В общем, так. Если за это время тебя не спустят со всех лестниц, можно считать, что прием прошел в дружественной, сердечной обстановке. И двинемся все туда. Ну, если что не так, отведем душу в кафе юность. Принято единогласно. Аплодисменты. Маловато бутербродов, сестрица. Ничего, хватит. Они ведь ребята здоровые. У них аппетит хороший. Я вообще не знаю, зачем ты все это затеял. Ну, что тебе? Бутербродов жалко, что ли? Мне Светлану жалко. Не понимаю. Светлана! Принимай гостей. А я никого не звала. Я, кажется, не кстати. Да, мы ждем гостей. Хотя ты не ожидаешь, что я воспитанный человек, я уходить сейчас не собираюсь. Ты что, хочешь мне что-нибудь сказать? Светлана, можно каждый день проезжать по 300 километров и не делать ни шагу вперед. Светлана, ты же умный, ты способный и можешь и должна делать... Ты садись, садись. Это очень серьезно, Света. Я хочу предложить тебе поехать в Сибирь. Там новый научный центр. Мы будем учиться и работать. Кто мой, Сережа? Ну, я поеду с тобой, если ты не будешь возражать. А если буду? Тогда поезжай одна. Поезжай одна или с подругой. Только поезжай. Поезжай, Светлана. Я буду писать тебе. О чем? О том, что я люблю тебя. И еще о том, что я больше так не могу. Сережа? Так зачем же мне уезжать и ждать твоих писем, если ты уже все сказал? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А где же все остальные? Они скоро придут. Ну, проходи. Вот, бригадир уже явился. Здравствуй, Света. Здравствуй. Проходи, проходи. Пожалуйста. Знакомьтесь. Это Павел. А это Сергей. Мы уже знакомы. А я даже знаю, зачем вы пришли. Вы пришли уговаривать Светлану вернуться в троллейбусный парк. Сережа, ты, кажется, хотел уходить. Я передумал. Я, к сожалению, не знаю, кем вы там работаете. Кондуктором, водителем, может быть, контролером. Он бригадир на заводе и учится на заочном. Ну, знаете ли, совершенно не понимаю. Сами вы учитесь, работаете, собираетесь стать инженером, а здесь вы хотите, чтобы она всю жизнь провела за баранкой. Сергей. Дай мне, в конце концов, сказать то, что я думаю. А вы уже все сказали. Вы мне очень хорошо объяснили, чего я хочу для Светланы. Ну, а сами вы чего для нее хотите? Я хочу, чтобы она училась. Я хочу, чтобы она поступила в институт. В какой? В какой не имеет значения. Может быть, ты знаешь, в какой институт ты хочешь поступить. А ребята вчера спорили, сказать тебе или нет. О том, что они ждут тебя и скучают. А потом решили, не стоит тебе этого говорить. Чего доброго, ты вернешься и пострадает твое призвание. А оказывается, ты выполняла просто скучные обязанности все. Слушайте, почему вы с ней разговариваете в таком тоне, как будто она перед вами в чем-то виновата? Да нет. Это мы виноваты. Придумали девушку, с которой начинается утро. Я что, просила вас меня придумывать? Просила? Вот возьму и уеду. Что ж, уезжай. Я уеду. Какого вина вам? Самого кремкого. Может быть, коньяк? Нет, нет, не надо. Тогда вермут. Ну, я не знаю. Вермут, пожалуйста. Я уеду. 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 Отобьем, ребят. Уведем ее. Не будем обращать внимания. Ну, это уже будет хамство. Почему? Мы просто не видим ее и все. Я не знал, что ты так любишь танцевать. Очень люблю. Спасибо. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...